В Жамбылской области работы по реализации государственных социальных программ под бдительным контролем, особенно после предоставленного Генеральной прокуратурой Республики Казахстан отчета о проверке выполнения этих проектов, где были указаны пробелы в работе и наших специалистов. Подробнее в материале Матьяра Серика. В ходе встречи с заместителями Акимов районов и руководителями соответствующих ведомств, первый заместитель главы региона Бекпулат Орумбеков подверг жесткой критике работу по реализации госпрограмм продуктивной занятости и массового предпринимательства, также дорожной карты занятости, так как многие районные Акиматы искусственно создавали показатели по трудоустройству. В результате выделенные средства были израсходованы неэффективно. Вот вы мне предоставляете отчеты пачками, где много заявок, где указываете, что многих обучили и трудоустроили. Я их подписываю, а в итоге я и являюсь коррупционером. Есть и проблемы по реабилитации граждан с особыми потребностями. На эти цели в текущем году было выделено из местного бюджета более 900 миллионов тенге. Однако по показателю обеспечения инвалидов техническими, вспомогательными средствами, выполнение индивидуальных программ по стране наш регион находится на четвертом месте. Без барьерным доступом для людей с ограниченными возможностями из более 900 соцобъектов области на сегодня обеспечены 844. Но, несмотря на это, многие пандусы и таблички Брайля не соответствуют стандартам. В свою очередь, первый заместитель Акима области дал ряд конкретных поручений. Городским Акимам и заместителям, также Акимам районов и их заместителям поручаю решить вопросы по доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями в течение двух месяцев.